Привет всем, с вами Эндумер, и что бы вы думали, я вам принёс, да-да-да, ту самую видео из той самой рубрики Вады от подписчиков. И сегодня у нас на повестке дня уровень от Умбры Кипер, её второй, второй уровень, как она сама сказала, это, возможно, он является продолжением первого, хотя он и разрабатывался параллельно с ним, но если брать это всё как концепцию мегаватта, которая, возможно, когда-нибудь появится, то это будет, собственно, его прямым продолжением, объясняющим многие вещи. Ну что ж, давайте посмотрим, что там у нас, да, называется он Reignited Hate, то есть перезажжённая ярость, я так понимаю, если можно так выразиться, что отдельно мне нравится, сразу что хочу сказать, то что она никогда не ленится делать вот эти штуки для главного меню, то есть вот эта вот надпись, здесь не просто классическая надпись Doom 2, а вот именно название мегаватта. Далеко не каждый так делает, и мне очень нравится, что здесь есть такой тейк, и, в общем-то, этому уделено внимание, это, конечно, прекрасно. Ну и музыка в главном меню тоже довольно-таки интересная, такая какая-то такая спокойненькая, человенькая, что ж, посмотрим, каким будет сам уровень. Музыка здесь немного другая, музыка здесь немного другая, не такая, как в главном меню, хотя по стилистике примерно и похожа, да, первый уровень Reignited Hate называется, 456 монстров, 3 секрета, и мы здесь наверняка надолго, поэтому, как я всегда говорю, приготовься, приготовься сидеть, смотреть, наслаждаться, здесь будет круто, потому что первый уровень от нее понравился мне и вообще всем, кто его смотрел. Что с этим-то делать? Дружочки, вы тут так хорошо стоите, но это меня немножечко напрягает. Понятно то, что Умбра Кипер у нас самая, наверное, ярая любительница и поклонница Арчвайлов, красиво, и, в общем-то, неудивительно, что в ее уровнях они будут присутствовать в больших количествах, и вообще все будет так или иначе косвенно связано с ними, поэтому, поэтому я не сказать, что сильно удивлен тому, что они здесь есть, но то, что их так много, это меня удивляет. Красивая довольно текстура пола, и снова, снова этот вопрос, снова этот вопрос, нравится ли вам Арчвайлы, и на этот раз, для того, чтобы не перепроходить на стриме еще раз уровень по-другому, я просто возьму и выберу да, для того, чтобы они здесь были. Интересно, что стало с кнопкой no? Возможно, что какой-то Арчвайл в гневе выломал ее, ударил по ней своим костлявым кулаком, для того, чтобы вообще отнести такой вариант, поэтому, конечно, я выбираю yes. Ну, хорошо, что они хотя бы все не проснулись, они просто приспустились, я так думаю, что выбрал я все правильно. Тогда в первом уровне табличка, кстати, менялась, в зависимости от моего выбора, было написано что-то другое, теперь она стала статичной. Красивый довольно зал, по стилистике очень напоминает первый уровень, вот опять этот плачущий Арчвайл, даже пара их. И, в общем-то, сама Умбра сказала то, что, в общем, по стилистике он и будет довольно сильно похож, так как является, так или иначе, продолжением. Адское вот это небо, и все довольно адское, как бы намекают, что пощады здесь ждать не приходится. Спящие манкубусы, опа, я поднялся наверх, возможно, я смогу куда-нибудь забраться отсюда. Ну, может быть и нет. Красивое местечко, хочется запечатлеть его в памяти, возможно, я возьму его на обложку этого видео, и отрадно видеть, что помимо Арчвалов здесь также присутствуют и какие-нибудь, например, манкубусы. Ну, не мудрено, 456 Арчвалов, это было бы, конечно, наверное, перебор. По детализации снова я хочу отметить, что работа проведена немалая, все три ключа нужны, хорошо. Потому что вот даже такие какие-то вещи, это вроде бы и дверь, но в двери есть пролом, из которого течет кровь, там лежит труп Думгай, из которого, собственно, она и течет. Это всегда было круто и всегда мне нравилось в маппинге Умбра Кипер, потому что у нее получается делать такие вещи. Сразу же предоставили мне Кибер Демона, сразу же где-то проснулся Мастер Майнд. Вообще, я подумал, что сейчас я телепортируюсь и телефрагну Кибера, но нет, видимо, Кибер успел уже уйти отсюда, пока я рассуждал. Ганеры моментально вынесли мне просто огромное количество здоровья. И пока что выглядит очень симпатично, потому что я еще даже, когда в первый уровень играл от Умбры, я уже говорил о том, что мне такая стилистика, такой дизайн импонирует, наверное, больше всего среди всех думских сеттингов, поэтому я просто кайфую, просто наслаждаюсь. Красота неописуемая, надеюсь, что вы тоже, потому что есть чем полюбоваться. Что еще отдельно хотел отметить, то, что... Кто меня ударил? Кто? Неужели это как-то удалось сделать? Нет, кто-то выстрелил в меня. Я не пойму откуда. Ага. Ох, привет. Отдельно что хотел отметить, что... Даже ловушки, смотрите-ка, да еще какие. То, что... Вот и первый смерть, так быстро. То, что Умбра Кипер, так или иначе, в названиях своих уровней, соблюдает какую-то такую традицию, поддерживает вот эту тенденцию давать уровням какие-то названия, так или иначе, связанные с огнем. То есть, понятно, то, что она любит аршвайлов и все такое, но... Это что такое? Вот это жесть. Но не аршвайлами едиными, просто ей, в том числе, нравится просто огонь, поэтому аршвайлы, так как они владеют и обладают магией огня, то, как бы, ей нравится, наверное, еще и поэтому, потому что огонь, это вот стихия Умбры. Поэтому в названиях ее уровня, так или иначе, огонь присутствует. В прошлый раз это был Крайн Флейм, то есть Плачущий Огонь, сейчас это... А могу ли я подняться? Сейчас это Reignited Hate, то есть опять огонь, поджигать, вот, вот, все вот это, это именно то, о чем я говорю, как ты меня ждал там? Кажется, нужно убрать его заранее. Да, не одно, так другое. Да, уровень явно не прост. Хотя я уже говорил об этом в прошлый раз, то, что едва ли у нее уровни будут простыми, потому что... Потому что она умеет в то же время и работать со сложностью, с расстановкой монстров, потому что прошлый уровень вообще-то тоже был нифига не простым. И там попотеть мне тоже приходилось, конечно, возможно, не в последнюю очередь, потому что тогда я выбрал No на вопросе про Арчвайлов, и меня в итоге там заспавнили с одним ХП, то ли около того. В общем, мало-мало, у меня было здоровья, приходилось выкручиваться, изгаляться как-то. Здесь такого, такого непотребства не произошло, но сложно все равно на месте, все равно присутствует. Когда-нибудь я научусь не садиться записывать темные уровни днем, когда внезапно какое-то резкое солнце светит мне прямо в лицо, из-за чего мне становится даже малость сложнее видеть, что происходит на экране, но приходится адаптироваться. Благо опыт есть великий в этом деле. Потому что, к сожалению, не подберешь время суток для того, чтобы записывать уровень, о котором ты не имеешь представления. Вот я сажусь играть в уровни, я не запускаю их до этого, то есть я сел и как бы начал делать дело, начал работать с тем, что, в общем-то, мне предоставляет автор. Поэтому я не знаю, чего ожидать и что будет, и каким там темным уровень окажется, поэтому я просто, просто по течению плыву. Поэтому приходится подстраиваться, но никакой особой проблемы в этом нет, потому что я не могу сказать, что я сижу весь подслеповатый, и от солнца просто, и солнце изничтожает меня настолько, что я вообще монитора не вижу. Нет. Поэтому, в принципе, все в допустимых пределах. Уровень действительно кажется, уже кажется довольно большим. Я помню, что предыдущий уровень был примерно на час, или может... Ох, привет, да что ж ты такой-то? Внезапный. Или, может, даже чуть больше часа, но я думаю, что здесь будет примерно то же самое. Потому что количество монстров как бы намекает о том, что легкой и короткой прогулки не предвидится. Я об этом, конечно, сказал перед тем, как этот уровень начинать, поэтому я думаю, что не ошибусь. Наказание, 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 вот оно, ооо, как получилось, даже не знаю, как... Все, хороший бой, реально хороший бой, вы посмотрите на это. То есть, выходит Аршвайл, и выбегают отовсюду спектр, которые зонят меня, которые не дают мне... Так вот, я думал, он появился из камина, или что это? Они не дают мне спокойно перемещаться по локации, и, в общем-то... Ага, и все закрылось. Аршвайл еще бегает воскричать от этих спектр. Ух, это тяжелый бой, это реально тяжелый бой. А могу ли я уйти отсюда? Нет, я не могу отсюда уйти, портал сломан. То есть, возможно, мне нужно было побегать сначала по прошлой локации и найти там оружие. Так, видимо, стеночка, ого, какая горячая. Очень горячая. И потом, когда я найду оружие, уже приходит за синим ключом, но кто знал об этом, кто знал об этом. Я, как говорит бивень-мастер, усложнять себе прохождение неочевидными решениями в плане того, куда идти, куда двигаться. Поэтому я думаю, что это один из тех случаев, и сейчас именно это мне, в общем-то, предстоит. Вот и Ревенант уже вышел погулять. Кстати, довольно неплохо пока получается. Надеюсь, что... Ну, нет. И я думаю то, что я себе в очередной раз просто усложню всю... Всю... Весь уровень, все прохождение, и... Сейчас буду вынужден страдать от этого одного арчвайла, от которого меня очень жестко отзонивают спектры. Либо мне нужно, как в том самом Сандере, просто нажать эти две кнопки, которые висят передо мной. Ой, зажали! Ой, зажали! А выйти, а выйти, а выйти, а выйти не дадут. Не дадут. Возможно, реально, мне просто нужно нажать эти две кнопки, и, наверное, они откроют мне выход отсюда, либо что-то вроде этого. Потому что этот бой будет... Очень сильно сводится к РНЖ в том плане, что мне нужно очень четко и точно перемещаться так, чтобы арчвайл не мог меня сжечь, при этом, чтобы спектры не заджопливали меня настолько, что я вообще ничего не мог сделать. Но это непросто, это непросто. Вот этот бой очень хорошо спроектирован. То есть, если... Если дело вообще не в оружии, а в том-то, что я так или иначе должен был приходить сюда фактически с голой жопой, ну, с одной двустволкой, не сказать, что с голой прям жопой, то этот бой прям суперкруто спроектирован, потому что он натурально тяжелый. Он натурально тяжелый. И как я неоднократно говорил, любой подобный бой предполагает нахождение какой-то стратегии, какого-то бизнесского способа нахождения пути для того, чтобы, значит, зачастую в единственной возможной мягкой точке пройти этот бой. Но пока что, я вот побегал по этому месту, я не вижу никаких способов как-то спрятаться или как-то как-то сделать так, чтобы этот бой проходил от моей силы. Кроме вот того, чтобы нажать вот эти две кнопки, которые, возможно, меня отсюда выпустят. Ну, насколько же много здесь спектров? Как реально дохера. Да. Серьезный бой, натурально серьезный. Я даже не знаю, что еще здесь добавить. Меня окружили и зажали спектры, поэтому я... Я даже не могу спрятаться от него. Слава богу, здесь есть колонны, за которыми я хоть как-то могу мансить. Но пока что мне это попросту не сильно помогает. Но однажды... Однажды он умрет. Не, реально, спектры здесь просто... Просто жесть. Они настолько в тему здесь стоят. Вот были бы какие-нибудь пинки или... Или хеллнайты, или что-нибудь еще подобное какого-то такого калибра, которое тоже вроде и теснит тебя, но при этом хорошо видно. Бой бы был вообще не таким. Комната темная. Спектров этих практически не видно. Они бегают, путаются под ногами и не дают мне забежать за спасительную колонну. Из-за чего бой с Арчвайлом усложняется очень сильно. Хорошо, что здесь всего один Арчвайл, потому что если бы их здесь было двое, это было бы просто чума. Да как же ты помрешь уже, ну? Терз, спасибо. И отдельное спасибо за то, что хватает патронов. Если бы патронов не хватило, а такое тоже могло быть с учетом того, как бодро Арчвайл воскрешает всех этих монстров, это была бы тоже большая-большая беда. Но нет, но нет, кажется, что... Кажется, что все ок. Ну и ладно, хорошо. Хорошо, тяжелый, реально крепкий, пока что первый такой крепкий, серьезный бой. Совершенно не ожидал я его, потому что я еще не разыгрался даже, и вообще... Ничего особо-то и сделать не успел. Это не секрет. Или секрет. Так что мне пришлось натурально запотеть здесь. Прямо вот реально запотеть. Так, где ты? Да, вспомнил, это я вернулся на место. Это я вернулся на место. Смотрите, даже как интересно получилось. И вот эта кровь, интересно, осталась ли она от ревенанта, или она и была здесь, и типа набрызгана так сильно и жестко от бумгая. Видно, что... Я в очередной раз скажу, я в прошлом уровне говорил, и в этом скажу тоже, очень-очень видно почерк человека, который очень внимательен к деталям и мелочам. Просто посмотрите вот на этого бумгая, вокруг которого лежат три лужи крови, брызги крови, оставшиеся от него же, и какие-то следы от когтей, очевидно, того, кто убил этого бумгая. То есть это вроде такая мелочь, на которую обратить внимание 1% игроков, но ведь она присутствует. И она реально, создавая вот этот уголок, всего лишь один уголок из всего этого помещения, сделала его именно таким, потому что она подумала, что это имеет место быть, и в этом есть смысл, и это добавляет какие-то дополнительные штрихи дизайну. Это очень круто, очень круто, потому что я... Такое задротство, такое задротство, я вообще-то уважаю. Можно вставить картинку из того мема с зеленым гоблином из Человека-паука, с тем актером, который говорит, знаете, я своего рода тоже задрот мелочей, и поэтому такого брата вижу издалека. Очень приятно. Ну и вкупе с тем, то что сам сетинг адский, и вот эти все декорации адские, все вот это красное, кровавое и огненное, очень мне нравится, как я уже сказал, это просто дополнительные, дополнительные, дополнительные штрихи удовольствия добавляет, и поэтому все это очень круто в совокупности. Молодец, молодец. Просто, просто добавить больше нечего, кроме того, насколько все здорово это сделано. Как бы мне интересно попасть к патронам, ведь так хочется, так хочется. Может, следует вспомнить заветы 29 уровня, второго дума, и просто прокликивать вот эти вот нарисованные пентаграммы, и что еще здесь есть. Но пока что вроде нет, вроде нет, но когда-нибудь, когда-нибудь, ведь она должна открыться. Да, кстати, что еще мне нравится, что здесь всего три секрета, в прошлом уровне вроде тоже секрета было, не то чтобы много. Я ни в коем случае не хочу сказать, что много секретов на уровне, это паскудно, нет, 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 мэнгитэган, я это не кивок в свою сторону, такой неприязненный, нет, но когда секретов на уровне немного, это как-то расслабляет меня в том плане, то что я понимаю, ох, ну хоть не придется корить себя за то, что я опять все секреты попросирал. Так что три секрета, это гуд. Где-то там проснулся мангубус, мэнгитэтубус, поэтому нужно быть аккуратнее, как бы он меня оттуда не развалил. Да, я, конечно, очень надеюсь на то, что я в этот раз не потеряюсь, не заблужусь в уровне, как это было в прошлый раз. Да где ты, кто ты, откуда, я же даже не вижу тебя. Так, понял. Очень темно, очень темно, а из-за того, что очень темно, практически ничего из-за этого то и не видно. И уровень даже по стилистике своей очень непрост, потому что посмотрите, какой он многоуровневый, то есть здесь есть где побегать, где разгуляться, где поблуждать, поплутать. Здесь, а, там арчвайл, я думаю, кто там ходит. Паламаус луку, то есть здесь есть где реально развернуться в том плане, чтобы побегать, преследовать, покоридорничать немножко, то есть все здесь это есть, все здесь это в наличии, и это тоже круто. Ну когда, 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 когда настанет тот час? Отлично, сейчас. 7, 7, 7, 7 это очень мало, и я постоянно в уровне бегаю с маленьким количеством здоровья. Так было и в прошлой карте тоже, и по аптечкам здесь не сказать то, что совсем уж как-то глухо, что совсем нет аптечек, нет, просто ясно чувствуется, что уровень сложноват. А вы откуда взялись? То есть ощущается, реально ощущается, что я играю на ультра вайландс, а не на, там первые, самые легкие уровни сложности. Не на первой сложности, поэтому все в общем-то правильно, все в общем-то так и должно быть. Ты выбрал ультра вайландс, ну или ультра вайланд, как пишут в некоторых мегавадах. Сами понимаете, о чем я. Поэтому, поэтому в общем-то страдай, в общем-то терпи, в общем-то пыхти, и подключая какие-то умения и навыки. Так, синий, а у меня есть синий, но я не пойду пока сюда, потому что я еще здесь не везде был. Но я запомнил, что открылось то, что я так хотел, чтобы открылось, и патроны лежат здесь, поэтому, поэтому скоро, скоро. Ну и тем временем, за 12 минут, примерно пятая часть киллкаунтера позади, поэтому, все-таки по уровню, еще как-то получается продвигаться. Бывает такое, что некоторые уровни, из-за того, что они вначале стараются быть мягкими, подавать относительно слабых, легких монстров, но при этом имея огромный киллкаунтер, некоторые уровни вначале в своем прям очень уж, очень уж затягиваются, то есть ты-то можешь идти 15-20 минут, и при этом убить, скажем, 50 или 70 монстров, исключительно потому, что подаются они маленькими пачками, и монстры подаются слабые, то есть нет еще ни арен, ни замесов, ничего подобного нет, и поэтому ты продвигаешься еле-еле-еле, и тебе кажется, что уровень будет длиться часа два, но это, как мы видим, не тот случай, это, конечно, не может меня радовать, потому что, как я говорил, всему, всему должно быть свое время, всему должно уделено быть должное внимание, ааа, вот в чем хитрый, чтобы я отсюда не увидел, ладно, спасибо, за такую вот интересную штучку, поэтому все должно быть к тему, всему должно быть свое время, хорошо, ты ставишь, даже если ты делаешь уровень на полторы или две тысячи монстров, окей, если он будет идти два часа или там два с половиной, это будет нормально, потому что, очевидно, что ты сообразил, соорудил какой-то уровень действительно монументальный, действительно огромный, действительно внушительный уровень, который, ааа, нет, который и, окей, то, что длится два часа, это как бы нормально, это как бы допустимо вполне вот если у тебя в уровне 300 или 400 монстров уровень идет два часа здесь уже что-то как-то как-то мне кажется не совсем верно как-то мне кажется где-то что-то было накосячено в том плане то что мало сделать просто хороший уровень с хорошими заходами с хорошими боями когда ты успел там появиться у меня еще при этом 11 здоровья вот это круто балл вы посмотрите кибер сейчас здесь увези меня отсюда лифт если ты конечно лифт нет видимо это не лифт и очень зря что я выстрелил кибера наверное он обиделся уже сын помидрации не будет умбра что ты делаешь какие-то такие жесткие бои так делись кибер давайте бить киберы да у меня у самого здоровья ни хрена нету чтобы их столкнуть лбами поэтому мне нужно как-то как-то бежать как-то бежать 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 понятно что элементали боли мне не нравится мне хочется прорываться сквозь них то беда лучше что делать-то ну умбры прям 2 2 подряд будет второй бой такой жесткий такой прям такой кошмар но видимо получилось видимо что-то у меня получилось давайте-ка нажмем сюда и посмотрим там лифт все верно там они ли там стеночка какая ладно отлично все получилось более-менее хорошо киберсправляется кибер разбирается это меня полностью устраивает видимо именно так и и должен был соорудить этот бой ну каков же бой каков же бой ты чё у тебя там столько целей еще ты ты в меня стреляешь зачем да действительно прям я не знаю даже что еще здесь сказать нереально крутые бои нереально что прошлое с этими спектрами арчвалом что этот как в котором я абсолютно ни в коем случае не мог ожидать что здесь появится кибер демон именно сейчас именно на этом этапе это фантастика это просто нечто аман кубусы а как же манку бусы теперь эти не тоже не особо нравились я помню это куда снова чувствую себя чувствую себя мышкой в клетке потому что как и ровно как и в прошлый раз когда была у меня проблема с этим арчвалом и с со спектрами самая основная сложность этих боев как я могу понять на что большую ставку делают умбра там еще арчвал есть охренеть на что большую ставку делать умбра это именно на тесноту помещений то есть на невозможность мне ну и игроковцы всем в частных целом перемещаться передвигаться по уровню так как ему удобно вот на что делают самую большую ставку умбра то есть эти бои именно настолько жесткие по большей части благодаря тому что ограничено ограниченное пространство для перемещения а раз так то конечно конечно задача моя будет усложняться в том чтобы драться так как мне выгодно и это тоже круто это должен способ почему бы и нет и именно и об этом я и говорю всегда в уровнях которых начинают спамить пулеметчиками ревенантами и прочими товарищами вовсе не обязательно этого делать вовсе не обязательно спамить именно этими монстрами верно можно использовать вполне себе дефолтных обычных монстров вот как здесь но пожалуй но используйте архитектуру используйте геометрию уровня если вы будете это делать то сложность боев не заставить себя долго ждать и не заставит себя искать потому что вот посмотрите как здесь сложно но нету нету тысячи ревенантов и миллиона пулеметчиков здесь просто архитектура просто геометрии уровня не позволяющие мне чувствовать себя комфортно и жить и жить спокойной жизнью в общем-то расстреливать лениво всех этих монстров там откуда-то издалека либо бегая их разводя сталкивая их лбами делая легкий изейший инфайт нет такого здесь нет видите даже инфайт толковый сделать не могу все потому что некуда бежать и нечем крыть вот эту тесноту и это круто потому что это действительно прием который работает что ж это просто просто здорово и здорово вдвойне в том то что здесь как я уже сказал есть вот эта чудесная какая-то совокупность есть какое-то соотношение и красивого дизайна и хорошего антуража и вот таких вот охерительных сложных и тишись и крутых реально красивых прикольных боев потому что посмотрите как он проходит весь этот бой я охренел от того что появился кибер демон у меня за спиной то что какие-то монстры поперлись из ниоткуда открыли из открывшихся сзади меня стенок при том что у меня всего 11 хп было я был вынужден бежать под ноги киберу залазить ему в очко нажимать какую-то кнопку как-то пытаться стравить одних с другими при этом самому не попадая под эти ракеты да это бой уровня какого-нибудь челакса не меньше то есть здесь действительно не просто и это клёво это клёво друзья вот такого хочется больше такого хочется больше пулеметчики конечно есть куда без них но их мало их мало и они здесь настолько минорную функцию выполняют вот стоят на каких-то башенков справа сплея слева ну и что в общем то никакого не удовольствие особого они мне не вызывают но тем не менее они есть они есть и подгонить они способны как мы видим тоже вот так сказал про пулемет так что так что так что все на месте сложно присутствует и все в общем то есть вот это вот это мне немножко уже напоминает например плутонию что лили плутонию 2 в контексте того что я нахожусь между молотом и наковали между двух огней мне приходится как-то суетиться для того чтобы иметь возможность хотя бы как-то драться а куда вы делись только что был кучку немножко все куда-то сбежали ну и конечно вычинка на торте арча который стоит супер неудобной позиции учитывая что нет у меня оружие для того чтобы брать его отсюда не убив остальных пулеметчиков арахнотронов и кто там еще имеется круто это все сделано круто это сделал а им так здесь по всей видимости будет очередная арена поэтому я немножко приберегу этот момент дабы как-то подзачилиться немножечко в плане того что я так и так только что выиграл довольно тяжелую арену все здесь продумано просто таких там него че вы посмотрите даже вот эта приступ очка показывает мой затылок мою макушку часть моей головы для того чтобы я не мог просто стоять под ногами у арчвайла и в общем-то нивелировать его попытки меня ударить не получится ты становишься там он все равно атакует или все равно убивает как это все проработано как это все тонко сделано я не перестаю этому удивляться жалко то что умра не прикладывает ридми файлы к своим своим картам потому что мне конечно безумно интересно сколько времени например уходит на их создание вот просто сделать казалось бы такую карту вроде бы она не очень большая потому что за 16 минут уже почти переть килл каунтера есть и я не думаю что уровень будет по длительности такой как предыдущий то есть едва ли он будет там часовой длительность или что-то около этого но видно глуби глубокая проработка и чания стараний мне очень интересно сколько времени на такое на такое все уходит потому что потому что думаю что немало думаю что немало а двигались ли эти штуки или не только сейчас начали двигаться не знаю поэтому поэтому я всегда говорю пишите ридми файлы ну по крайней мере ладно сейчас уже о ридме речи не идет я хотя бы хочу попросить умру чтобы она в комментариях написала сколько времени усилий вообще на это все было затрачено потому что она действительно интересно это так вот наконец-то и попал сюда вон там лежит красная аптечка я до сих пор не нашел способа как как не добраться ясно лифт на скорость или по всей видимости нет по всей видимости не на скорость по всей видимости я могу просто вернуться туда и забрать тоже очень хорошо я наверное так и поступлю сначала немножко почищу здесь и уровень при этом остается разнообразным то есть он не скатывается в адские коридоры он какой-то многогранный такой разно разноплановый вот смотрите даже взять вот этот зал большой и офигительно красивый кстати говоря я могу пойти прямо в тот портал могу пойти налево там дальше ходить могу пойти на арену справа то есть не линейность здесь так или иначе присутствует причем не линейность обеспечивается дни банальными отворотами иди налево или идти направо а самой старой архитектуры уровне то есть уровень ощущается как один какой-то большой замок в котором есть разные комнаты функции которые имеют свой какой-то функционал в масштабе этого замка и ты просто ходишь и в общем ты исследуешь этот замок потихоньку при этом с разных его частей с разных сторон и это тоже здорово так ну что я готов к арене еще кибер плохо и берем арчвайлы так хорошо кибер помог мне подстелить этого арчвайлы ну здесь как-то здесь как-то еще более-менее попроще это будет все равно ядреный потому что ну сейчас мне предстоит просто играть с кибером в кошки мышки выглядывая за уголка сувать ему по одному выстреливаю с двусколки но этот бой конечно малеха попроще малеха попроще я не знаю если вы здесь было 4 арчвайла не 2 это было бы конечно я думаю по по жестче потому что уж они бы меня точно загоняли и сожгли но ладно и так неплохо и так неплохо видно что опять же ум брени скупится на на кибер демона в общем ничего нравится их использовать пожалуйста кибер демона хоть и босс но используется как как просто довольно сильный мог которого на которого нужно потратить довольно много времени и уделить ему вообще должное внимание где-то там еще был мастер-майн я точно помню это а возможно не стоило пробежать дальше для того чтобы открыть еще этих монстров но я и так неплохо справился поэтому все ок хорошо ухты петры спектр это хорошо там он лежит мегасферы так а где-то кто-то как тебя зовут и там лежит куча трубок и куча мяса горят злобными злобными огоньками глаза текстуры этого арчвайла и я думаю что ничего хорошего там не ждать не придется ну что ж посмотрим а это как-то активируется нет судя по всему нет и кажется мне что я попаду туда просто немножко пораньше если конечно не секрет но я думаю что там меня ждет тоже баба мне там устроит я помню то что еще где-то сзади осталась красная птичка обязательно нужно будет за ней вернуться так выйти пока что я отсюда не могу это кстати икона греха по крайней мере текстура от нее я даже когда первый раз увидела на секундочку подумал что неужели она будет здесь так хорошо я иду нет не иду а а вот в чем была история я мог просто теле фрагнуть этого кибер демона друзьям и я мог просто его теле фрагнуть но как мне прийти туда ведь очень хочется это наверняка секрет то есть мне нужно было вот опять же вот это та самая тактика та самая стратегия который я говорил если ты не знаешь как победить бой на пролом на храпом тут и должен узнавать какую стратегию оставил автор для того чтобы ты победил так как он задумывал оказывается нужно было пробежать удачи забежать сюда нажать на ту кнопку и ты мог просто его теле фрагмент тоже довольно неплохо но как как туда-то попасть а ведь так хочется хочется разгадать секрет но пока что у меня ответа на это нет может ты знаешь кажется что пока не знает ладно возможно позже возможно позже не буду пока этим мучиться и пойдем в портал желтый ключ хорошо же ухты как вас тут много это пожалуй тут чересчур много я думаю что я не совсем готов туда идти хотя я видел там rocket launcher может не все-таки стоит сходить взять ту красную аптечку долбанную потому что она хотя бы как минимум даст мне здоровья которого у меня вечно не хватает я уже забыл как я пришел сюда я телепортировался и что я сделал ладно я попробую я все-таки схожу за красной аптечкой потому что нужно потому что нужно правда что я уже даже успел забыть где она была она была где-то здесь точно было где-то здесь да хорошо хорошо я спущусь за ней схожу и потом вернусь обратно потому что хочется к тому бою подойти как-то поздоровее что ли а это что я а я сюда еще не приходил ладно сейчас вернусь уху куку здесь всяких поворотов да а это что это видимо возможность вернуться обратно а ну ясно для чего это было нужно для того чтобы я просто не свинтил когда здесь был этот бой с кибердемоном все верно все верно конечно конечно было бы совсем не то если бы я смог уйти самое начало карты и дождаться пока он там всех раскидать это было бы конечно глупо так ну что крат о привет что я сегодня пугаюсь пугать пугать постоянно отлично резких движений дерганий так что-то я не узнаю это место в гриме я будешь или нет нет я здесь нему так потихоньку крадут потому что я уже почему-то почему-то начинаю будто будешь ждать того что появится сейчас какой-нибудь босс может мастер-майн потому что точно ясно слышал самом начале уровня то что мастер-майн где-то на уровне есть он проснулся он проснулся подтянулся и стал ждать меня где-то ухо круто как круто здесь все у вас где-то спит арчвайл где-то причем он спит довольно неподалеку поэтому я ожидал его предшествия а вот это где я вышел хорошо значит у меня столько портал к желтому ключу 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 так это я понятно где вышел хорошо 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 но кто-нибудь появится или нет я не люблю такое напряженное ожидание потому что мне сильно кажется что что-то начнется вот-вот но когда не не ясно что что это за так отлично хорошо начинается начинается великое появление монстров великий спавн и вижу что арчвайл стоит на месте это хорошо это не устраивает по крайней мере он не будет бегать воскрешать монстров и просто пытаться меня куда-то за защемить как-то чтобы демоны меня оттеснили он стрелял мне издалека нет такого я вам не позволю в этот раз сделать поэтому стойте пожалуйста на месте я разберусь с этими всеми и вернусь к вам позже 8080 здоровья снял ревенант с одного прямого попадания это же просто жесть некоторые верю ревенанты такие сильные что порой прям диву дается откуда столько урона то у вас 80 у типичного ревенанта он жахту мне практически столько же как какой-нибудь кипер который просто неудачно попал очень неприятный товарищ ну ладно ладно и на тебя найдем управу благо что арчвайл действительно стоит где-то сзади и ничего особо плохого мне не сделать все я взял уроки лауншер а теперь пожалуйста от меня отстаньте так выйти отсюда я не могу но по крайней мере у меня через оружие как бы мне здесь хорошо пострелять возможно не самую удобную позицию выбрал возможно мне нужно было оставаться где-то там сзади но я вижу что напирают импы а раз они напираются значит они требуют к себе тоже какого-то внимания может быть никакого пристального но по крайней мере какого-то то есть они не дадут мне постоять и пострелять из руки от лауншера бесплатно они явно будут теснить меня и пытаться доставить мне неудобства так хорошо ты вроде там на кого-то возбудился поэтому иди делись а я возьму аптеку они продолжают появляться не продолжать телепортироваться ревенанты даже вон даже вон там он есть где-то и 6 1 арфайл все это беда нет что не беда еще не беда живем где то есть еще один архан и она все нашел 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 внизу отстаньте от меня так ты там что хочешь на живем 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 приходится прям сидя за компьютером уклоняться выворачиваться несмотря на то что едва ли через монитор пролетит это плюхой ревенанты и выдаст мне 80 но все возможно все возможно поэтому нужно быть готовым ко всему и уклоняться даже в жизни потому что получить удар от ревенанты неприятно будет никому вот у вас сейчас есть 80 здоровья вот вы прикиньте так на секундочку только если есть вы может еще и вывезете такое но не факт так хорошо что еще у нас об и пулеметчиком найдется время вы большой обширный бой вот эта арена уже вовсе не такая тесная в отличие от тех которые были до этого совсем не такая тесная эта арена и опять же опять же достигать таким образом разнообразие пара тесных аренок 1 не тесно в общем есть где разгуляться есть с чем разыграться тоже здорово тоже здорово садясь сегодня записываться садясь записывать вот этот вот уровень вообще в целом уровень от подписчика я малость не ожидал что мне придется что-то потеть и что-то там стараться и вот так вот вот так вот все жестко и грозно будет никогда конечно этого не ожидаешь но это так и есть я приятно удивлен потому что ого потому что потому что ну вы знаете хардкор я люблю хардкор то моё все поэтому давайте давайте заносите как говорится и с тем то что занесено было я сижу и получал полнейшее удовольствие от этого уровня а значит значит он как минимум неплохой вот умбра иногда говорит что я хочу уровне или то что ей нравится то вовсе нет вовсе не так вот этот уровень я от него просто в восторге просто найти когда рано как от прошлого мне очень рад как она мопит поэтому как могу засирать то что объективно мне нравится а если брать какие-нибудь мегавады которые мы уже играли проходили до этого и ставить сравнение то и сравнивать то не приходится посмотрите на какой-нибудь ресурс на самом конце и это и это просто небо и земля в пользу пользу эта карта разумеется вот такого хочется больше такого натурально хочется больше и раз это нравится хей невозможно но умбра говорит то что она хотела бы ну не то что хотела бы но если речь идет о мегаваде то есть если совмещать как-то это все прошлую карту вот эту карту и пытаться какие-то возможно дальнейшие карты из этого же разряда то можно собрать мегавад якобы чисто технически конечно можно я даже я даже вижу как принципе это можно сделать и как это все будет выглядеть но сейчас играю вот в этот уровень который является якобы вторым да если проводить параллель и рассматривать его как продолжение предыдущего я не знаю может быть это только я или у вас тоже есть из зрителей такое ощущение скажите напишите в комментариях но мне кажется то что что первый что второй уровень хоть они и схожи по тематике и текстур и в общем-то арч файлы и все такое прочее но мне почему-то видится эти два уровня как совершенно разные творения то есть они каждый из них по-своему хороший заслуживает быть отдельным целостным творением если их добавлять мегаватт я не думаю конечно что они как-то замылиться как-то один уровень будет выглядеть блекло на фоне другого нет но мне просто натурально кажется что что то что они разделены друг от друга то что они такие отделенные по крайней мере сейчас не находящиеся в составе гавада просто как два разных целостных творения это окей мне кажется то что самый подходящий для них формат по крайней мере пока что поэтому я даже не знаю если особый смысл делать этого мегаватт другое рациональное предложение которое у меня могло бы быть это сделать не мегаватт разумеется на 32 карты а сделать какой-нибудь просто ватт как эпизод правильно 8 или 9 уровней это же 5 уровней и вот тогда все будет все будет хорошо и все будет в тему как мне кажется то есть если взять и ток вот о даже ловушки смотрите каким-то нереальным чудом удалось мне не попасть если взять пяток вот таких уровней хорошо тщательно посидеть подумать о том какой из них на какой мат слот стали то я думаю что он прошел что как то я думаю что собрать такой ватт в виде небольшого эпизода вполне себе может откуда он вышел а нихера себе какой-то ушлый тебе ловушки нипочем круто смотрите-ка ревенант действительно пробежал под ловушкой и она не смогла нанести ему урон это очень крутой ревенант не часто таких встретишь поэтому поэтому вот формате эпизода просто прекрасно было и я думаю что это самое ну это опять же это только я так думаю вполне вероятно что я попросту ошибаюсь но мне кажется это хорошим решением и хорошим хорошим подходом поэтому задумайся умра но опять же я думаю 132 таких карты накидать будет проблематично потому что они уже довольно довольно самостоятельные большие и в один момент мне кажется можно просто закончится просто закончится да я не уверен что это хорошо будет в плане плане разнообразия стиля понятно то что хочется все время чтобы было по-разному то есть чтобы не было зацикливания на одном и 32 таких уровням но мне кажется это не покатит ладно бы если бы они еще хотя бы были маленькими поэтому думаю что эпизод это самое лучшее самый лучший вариант приятный уровень я вижу то что он потихоньку уже подходит к своему концу и при этом мы идем уже полчаса и я думаю что я надеюсь я почти уверен в том то что в конце этого уровня я скажу одну из своих самых излюбленных любимых фраз о том что этот уровень был по таймингу абсолютно в тему и никакого перебора по затянутости и по времени у него не было я обожаю говорить так и я очень надеюсь что в трассе тоже так скажу а вот и барон то есть моему любимцу тоже нашлось место в этом уровне очень хорошо потому что пока что я их не видел я уже думал что будет без них потому что уровень то уж заканчивается по-тихому но нет ну нет хорошо но барона тоже место оказалось так что о смотрите-ка старые знакомые но в этот раз почему-то они уже не так веселят меня потому что видимо я что такое кто откуда невидимая стенали что это или кто-то по ногам и не суши да реально кто-то бьет мне по ногам вот это снайпер отмаз сидят конечно это те самые те самые скукоженные львы подзеркальные или что с ними стало до хватит переставая ты чё как я могу драться с тобой если я тебя даже не вижу а ты видишь ты же хит-сканер видимо они специально поставлены то там так чтобы я не мог постоять слазь поиздеваться над львами камеры потому что все мы знаем как я люблю этих львов ну давайте хорошо что не просыпается временам потому что если вон еще сейчас проснулся побежал у меня бить было бы тяжко кстати я ведь так по-прежнему не нашел плазмоган а ведь где-то он там лежал а там же чубу портал желтому ключу точно 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 хорошо поблизости спит аршвалу конечно куда уж без него родим а где куда как ты меня задолбал не все-таки пулеметчики здесь находят себе место но слава богу не в таком огромном обилие как каком могли бы быть поэтому все нормально слышите работает о том с кем-то там он хватился себе подобным вот они те самые пулеметчики которые долбили мне по ногам не давая мне поиздеваться надо львами впереди арена я точно вижу это ну не поиздеваться конечно меня просто веселят эти львы я не знаю что с ними но они прикольные так ладно ладно надо глядеть в оба потому что арена уже не за горами я чувствую что она будет близко так сказать вот эта штука . хорошо потому что мне очень нужны аптечки давайте пожалуйста мне птичку и что-то открылось еще получится ли у меня пропрыгать по этим штучкам чтобы пособирать еще аптечек я очень надеюсь на это потому что как иначе сюда подойти я кстати до сих пор ни одного секрета не нашел не то чтобы это было ультра удивительно для меня но тем не менее хотя бы один да хотелось бы так так бачком 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 папа все получилось супер хорошо так теперь ведь мне предлагается вернуться чуть-чуть назад потому что что-то открылось здесь да но неужели это будет первый секрет это лифт мой какой лифт чудной и спустилась кстати вся вот эта история с плазмоганом то есть я думаю что все таки ну я надеюсь я хочу в это верить все таки я раскопал секрет потому что я шел каким-то необычным путем к нему и не похоже это на диполтный такой путь там для того чтобы пройти в комнату который тупо лежит плазмоган поэтому я очень хочу чтобы это был секрет но скорее всего нет потому что я уже наступил на тот сектор и ничего не произошло ну в плане не засчиталось как секрет переставай ух как тут у вас все напряжено отстаньте от меня хорошо аршвау лежит когда начинает происходить что-то вот такое быстрое и резкое все сменяется так стремительно и монстры начинают поступать разнообразные я с трудом успеваю соображать кто откуда бежит и в кого мне кого мне нужно убивать первую очередь я чувствую себя каким-то футбольным комментатором который начинает просто тараторить с тем чтобы успеть охватить все ничего не упустить и при этом его захлестывают эмоции от того что происходит на экране так что какой-то мере возможно я таковым и являюсь так хорошо я вроде все пособирал что было можно я видел там арену с красным ключом я вроде как не мог спуститься к ней кажется так но если и могу то я вернусь я буду пока что идти просто потому что открывается что передо мной расстилается для того чтобы гарантированно не заблудиться а мне уже был да там я был все значит остается только о что-то где-то открылось я гарантирую это а вот эта секция желтым ключом куда я потом прихожу и начинается великий бой хорошо 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 я надеюсь что я не теряюсь это что этого не было так и чего куда аха вот для чего все это было нужно хорошо очень не хочется теряться мне очень не хочется потому что я не люблю теряться принципе а вдвойне не люблю теряться в водах от подписчиков уровне поэтому каждый раз когда я нахожу очередную кнопку очередной поворот куда куда надо я так радуюсь душе вы бы только знали потому что я думаю ура я не заблудился удивительно пока я сидел записывался за окном набежала какая-то громадная туча мне кажется сейчас начнется пеноменальная гроза который просто вырубит мне электричество подсказать записи вот это я буду негодовать слава богу пока что ни разу такого не было у меня конечно нету и бп но очень не хотелось бы похерить целую запись представляете какая трагедия вот и сидит записываешься ответственно все делаешь играешь и все это видишь первый раз и вырубать электричество вырубаться свет и вся твоя запись срывается нахрен ничто не сохраняется и что реально делать такой ситуации я даже не представляю особо как перепроходить как перри озвучивать при записывать ведь уже не будет тех эмоций именно поэтому я играю игра всегда без черновиков всегда играю на чистовую правильно то есть я сажусь записываться и не стараюсь ничто не подрезать не монтировать только если я не потерялся правильно или не не позвонил мне кто-то в дверь или не постучал с ноги я видите никогда не не делал никаких склеек и записываюсь в том матери дела можно так сказать потому что я всегда вижу все впервые и ровно вот вашими глазами смотрю на происходящее разве что играю они просто смотрю кнопки какие-то или маленькая кровать для детенышей аршвайла на алтаре и поэтому если такая ситуация возникнет я буду конечно очень негодовать потому что я не буду знать как как мне вести себя и как действовать и учитывая что я не умею создавать искусственные эмоции в том плане что я не знаю как можно реагировать на вещи иначе с учетом того что ты их уже видел так хорошо что вывел и что что здесь собственно поэтому очень не хотелось бы такого но туча реально громадная нас стало темно как ночью вы бы видели куда дальше куда дальше дружок может ты откроешься или нажмешься но пока что ничего для чего была тогда эта локация я не понимаю возможно здесь есть какой секрет возможно здесь нет просто ни херещи вот это как когда зачем почему вот тут мне кажется я как раз таки уже малеха потерялся но я точно помню что где был желтый где был желтый единственно что я только не знаю где желтая дверь а вон и крас а я понял что я сделал я нажал на красный рычаг для того чтобы опустился красный ключ потому что точно помню что он был поднят я смотрел на него откуда-то оттуда все я понял в чем смысл этой локации все правильно значит единственно что им не остается это идти за желтым ключом кстати чем-то мне этот уровень напоминает уровень из вода ван монстр про как а демонов по-моему 20 или 19 сущность начнется реальных это же только гроза мне начинает действительно становиться страшно за за записи не за себя конечно за запись и там был уровень как афоне ван монстрс до ван монстр и очень очень был похож антураж поэтому если вы хотите припечелся просто ужасно сильный ливень я даже не знаю не будет ли он слышен на записи потому что что-то вообще стихия сошла с ума и за окном просто в безуме какой-то начинает твориться так вот если вы не видели тот уровень и не понимаете о чем я то рекомендую открыть плейлист на канале который называется ван монстр и посмотреть уровень как афоне про как а демонов так секунду я наверное просто закрою окно потому что я я реально опасаюсь за то что ко мне залетит шаровая молния либо на записи будет слышно грохот фантастика я не буду обрезать это на монтаже для того чтобы так сказать сохранить всю натуралистичность происходящего ну действительно что-то что-то нечеловеческое творится если вы находите со мной в городе то вы на принципе должны должны вспомнить вечер 11 июля и день 12 июля и понятно что мне говорю так как конечно когда выйдет это видео это будет уже немного не не столь актуально но я думаю вы поймете ну и тем временем я уже нашел и желтый ключ ну точнее где он лежит и знаю где лежит красный ключ это все прекрасно и это значит что я иду верным путем и продвигать по уровню осталось всего 65 монстров принципе да довольно довольно быстро все это получается делать и ключ мой кибердемон нет наказание не последовало удивительно потому что я был на сто процентов уверен том то что здесь появится кибер ну потому что площадка для него слишком уж хорошая на самом деле ум про подумай об этом телепортировать сюда кибер в виде наказания за то что я взял желтый ключ в принципе бой арена вполне подходящая для боя с кибером здесь довольно тесно и есть где в то же время спрятаться поэтому поэтому было бы здорово очень уж напрашивался там кибердемон очень очень сильно напрашивался так это я могу теперь лететь отсюда все это конечно феноменально здорово но я я не знаю где желтая дверь вот что вот в чем моя самая большая проблема мне кажется что я не встречал желтой двери вот именно это и является тем что у меня сейчас больше всего напрягает понятно что мне нужно туда но абсолютно очевидно что туда именно желтая дверь ведет так хорошо давайте попробуем на карте посмотреть ну я пока что не вижу не вижу желтой двери на карте ладно мы побегаем по уровню еще хорошо что у меня есть так много патронов на плазмогание это внушает неуверенность несмотря на то чтобы объем не нет папа а о хорошо ладно достойно достойно довольно быстро удалось найти и разобраться что что-то очень приятно ну и по всей видимости финальная арена передо мной слышу что много кто там веснуется я помню что где-то больше мастер майн вот и на кибер выше ага арчвайлы арчвайлы на месте где арчвайлы не знаю пока не вижу вообще никого не вижу кто где вот он мастерман вон она archval archval хорошей позиции хорошей позиции будет непросто он может бить меня принципе откуда угодно но я нычку себе раздобыл я нычку нашел не знаю правда сколько этого мастерман да хватит поэтому я сразу начну стрелять из руки клаунчеры но я понимаю что мастерман обладают обладают довольно ограниченным кп пулом и нам надолго его так или иначе не хватит и вообще мне кажется что плохо сделал то что сюда зашел но возможно меня отсюда еще выпустили меня отсюда выпустили что ж пока они заняты делом они заняты делом я попробую убить арчвайл арчвайл убит правда здоровьем у меня осталось всего ничего ощущаю себя в сандре так есть еще арчвайл арчвайл еще есть и кажется мне даже что не один ух какая напряженная баня да нехило 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 что же мне сделать как бы мне отсюда красиво бы уйти я считаю что и ас абсолютно верно сделал то что я выбрал на том вопросе люблю ли я арчвайлов или нет то что выбрал да потому что я вижу где стоят здесь арчвайлы если бы в этом уровне их не было этот уровень был бы намного друзья мои проще очень очень намного 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 проще был бы он если бы здесь арчвайлов не было потому что здесь арчвайлы создают именно ту самую мякотку именно ту самую сложность они догоняют добавляют потому что вот поставлены они прям супер супер четко и и что-то сделать с ними справиться с ними действительно тяжело приходится что-то манси что-то угадывать как-то как-то выбираться поэтому но без арчуалов это был бы совсем не тот калинкор как он стал успевать меня бить прошлые разы когда я выбегал он вообще не успевал так но я уверен то что я не могу оставаться за спиной у мастер-майн да потому что очень ненадежно и понятно что арчвалы здесь правят правят баллом они просто заказывают музыку потому что не убив их я ничего сделать не могу хотя теперь я уже в этом не уверен другие монстры просто не дадут мне арчвайлов убить и арчвалы стоят просто в идеальных позициях потому что они откуда угодно буквально находит меня пробивают и сделать ничего с этим я не могу бфг у меня по-прежнему нет попробуй побегать изучать местность может быть бфг все-таки где то есть учитывая сколько патронов на плазму здесь лежит но нет нет я не вижу здесь бфг понятно что с бфг этот бой был бы для меня намного проще и вообще многие сложности бы просто отпали но да как же ты не в тему подошел ладно я попробую я попробую постоять здесь с бфг вообще этот бой был архипрост я бы засунул просто пару выстрелов из бфг туда где сидят сами арчвалы в общем то все было бы легко и просто поэтому поэтому ничего страшного нету в том то что бфг мне не было выгодно наоборот я считаю хорошо вот такие же жестокие как и демоны не дают мне постоять толково постреляться с баронами которые не в силах забраться сюда плохое место как уже ядреный бой опять очередной бой такой ядреный такой жесткий как ты это умудряешься делать я просто не знаю кто научил тебя делать такие сильные бои в какие воды ты играл хардкорные что они такие дистанции они дизленно так повлияли на тебя и научили научили делать бои именно такими сложными и забористыми потому что это прям жесть какая-то просто вообще других слов найти не могу ой потому что это действительно действительно охрененно сильные бои которых которых я вообще не не так уж и часто могут не помнить чтобы я в каких-то даже мегаватах каких-то даже сложных мегаватах типа going down или может быть чего-то еще или того же ресурсенцы чтобы такие бои были и чтобы вот именно вот так мне приходилось прям по нескольку раз за уровень запотевать и страдать я даже если честно и припомнить к сходу не могу а здесь действительно есть на чем на чем под запотеть и вообще от сложности где взвыть поэтому поэтому вау прям вау боевка реально крутая и это конечно тоже радует это конечно тоже радует отличный уровень отличного мне очень понравился и по дизайну по-своему и по дизайну боев и по дизайну самой архитектуры строения но боитесь прямо скажем ядерные зубодробительные чего действительно не ожидаешь опять же говорю на наши русскоязычные комбинете вот этим всегда выделялась они всегда умели делать уровне именно такими это как я тогда сел играть в уровень бивня который который двадцать девятый по моему из реликтума да которым я пошел трудным путем у меня нихера не было патронов и все такое и ах жить и все вот это и уровень тоже был очень сложным там были просто бои какие-то катастрофически сложные местами и у славиуса что-то такое было и мэн витаган любит там закинуть сразу по два кибердемона на узкую какую-то точку без возможности куда-то сбежать то есть все наши русскоязычные мапперы из нашего русскоязычного дум комьюнити вот они каким-то образом умеют делать вот такие ядреные бои настолько ядреные то что некоторые западные мапмейкеры могут только пальцы сосать как говорится потому что ну я не знаю я по сложности даже если взять вот этот уровень я вообще ни капли ни разу не могу сказать что он там чем-то уступает тому же там ресурсу или какому-либо going down и вообще ни разу это действительно трудный уровень смотрите один из баронов аж пришел сам аж сам забрался по лестнице пришел кибер демону насколько он захотел сыпать ему по первое число но импы не дремлют ладно я пойду назойливых импов сначала покрышу наверное потому что они что действительно оказались назойливыми и пособираю аптечек за одно потому что это это то что мне очень нужно кажется то что охрену этому кибердемоны на этих баронов которые ходят снизу единственная цель его жизни это пытаться пробить меня кажется что так оно и есть потому что барон это может быть и возбудились на него и ходят мы снизу пытаясь его загреть и ударить но чуть не сильно у них это получается поэтому приходится все делать самому опять же здесь монстры так и расставлены кто-то сверху кто-то снизу кто-то где-то сбоку то что посмотрите в этом бою у меня даже инфайт это особо толковый сделать не получилось если бы точно у меня вообще практически никакого инфайта сделать не получилось а а вон и бфг лежит а вон лежит и бфг я к слову говоря не знаю какую взять секретная она или нет но я попробую нет я не могу ее взять наверное а мне надо как-то пропрыгать вот она в чем история в общем я опять кажется что усложнил себя каким-то образом жизнь в том то что не взял бфг ну что поделать что поделать это было во-первых не очевидно а во вторых мне банально некогда было бежать за ней потому что там еще есть элемент платформинга мне нужно там пропрыгивать по этим штучкам учетом того как лихо меня драли со всех сторон и жгли аршвайла мне было вот вообще то кто откуда там пулеметчик вообще взялся и чё ты кто вообще сошел ты откуда выстрелся но там никого вроде нет потому что я стою на халяву убивал кибер и какой-то пулеметчик который там один единственный один одинешеник все это время находился там и просто существовал мир на пассе щипал травку ну именно он меня убил это же просто нечеловеческое что-то ну ладно так или иначе перетерпим всех и их тоже поэтому там бфг взять не так то уж еще и просто там реально нужно пропрыгивать реально нужно как-то раскакивать и вовсе не так то уж и легко это там дается мне поэтому ничего удивительного нет в том что я мало того что не заметил так еще не ломанулся брать его сразу окей хорошо это это выглядит как вознаграждение для игрока который умеет в платформе который какой-нибудь спидранер который пока вот это вес за местом длится может подбежать сюда пропрыгать по этим штучкам и взять вожделенную мегасферу кстати говоря но как у вот это очень красиво место здесь мне нравится и бфг я к сожалению немножко не из-за не из этого числа и я мало того что иногда долблюсь в шары но реально бфг был просто спрятан на кустиках так это даже не секрет заметить охренеть так более того я еще и платформингом каким-то не выделяюсь поэтому я бы возможно бы и не смог пропрыгать кстати а как здесь реально пропрыгать учитывая что арчвайла их там по-моему было два просто жгут тебя всю дорогу пока ты пытаешься проскочить это очень жестокое место поэтому с бфг мне пострелять не удалось но еще 6 монстров поэтому может быть может быть что-то открылось но что желтая синий у меня есть желтый синий так не только активир а все 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 ключи нужны там выход я понял я понял хорошо но что открылась рубили а а почему прошло время открылись эти двери вот тут мне кажется какой-то косячок какой-то божок присутствует потому что я нажал на рубильник я предполагаю что а я знаю зачем умбры это сделала для того чтобы я не мог лихо выйти из этого боя для того чтобы я нажал на рубильник и я увидел что эти стенки не открылись я понял что спасения в них нет и ушел отсюда окей в таком случае это допустимо просто я изначально не догадался до этого не сообразил не понял а это самое начало это самое начало уровня а как мне попасть к манкубусом и да осталось 4 манкубуса на уровне и все это самое начало вот как я говорил я обожаю такой бэк трекинг когда я вижу издалека место в котором я был давно вот это же именно она вот она эта дырочка дырочка так что и дальше вот и барону окровавленному место нашлось а дальше то куда у меня есть все ключи хочу убраться а нужно было просто нажать на нее ясно хорошо что такое то я где я что-то вообще ничего не помню сюда я вообще прям супер заблудился а точно точно была синяя дверь и вы когда подходил мне мне не было еще не включает было почти да это было это было не почти а в самом начале это и было или что-то типа этого хорошо так а там что я реально до сих пор ни одного секрета не нашел ну да ладно не в этом суть тут я был да вроде бы если ментов очки убиты ладно хорошо я понял почему эта дверь закрылась потому что теперь закрываться синхронно прикольная музыка кстати она за этот час за весь час этого вот она начала так давно было за весь час этого прохождения эта музыка ни в коем случае мне не надоело она реально хорошая такая спокойная расслаблена из каких-то таких компонентов которые не бесят о а вот и провода здорово манкубусы вы хотите подарить мне 100 процент килгаунтер насколько я могу понять что же за это вам огромное спасибо я могу терять здоровье сколько не хочется потому что никого больше здесь не будет прекрасно я нажал на этот рубильник бфг пригодилась мне аж на целых четверых монстров и я думаю что теперь я могу нет как мне вернуться назад а окей ясно и теперь мне кажется открылась именно та штука теперь я могу просто уйти отсюда да все вот он выход вот он выход из уровня ни одного секрета не нашел ну да ладно ничего страшного зато я убил всех монстров это главное reignited hate покорился мне за 49 минут разумеется умирал я очень много в этом уровне видео будет более чем часовым старый добрый милый андерхол встречает меня и в общем-то на этом уровень от умбры кипер пройдет фантастика если честно я не ожидал я ни в коем случае не ожидал никогда не ожидаешь когда садишься записываться что ждет тебя и в этом плане прям скажем я приятно удивлен это отличный красивый уровень с отличным дизайном с прекрасными тяжелыми боями это то как нужно делать уровне в адском сеттинге в адской тематике я не побоюсь этого слова я ставлю ему натурально 10 из 10 потому что душа поет уровень очень понравился мне и по времени он как как нужно именно как как нужно длился то есть это примерно час прекрасная зашел насладился дизайн насладился суровыми боями остался феноменально доволен или еще умра не останавливайся вот и сомневаешься он может быть слышно гром будет на заднем плане ну реальности хер лучевал за окно у меня но не суть умбра если ты думаешь о том делать ли уровне еще делать мегаватт или эпизод из собраны из этих уровней которые ты делаешь сейчас то я тебе говорю делай никого не слушай не останавливайся делай получается хорошо отлично а если понравилось и вам то ставьте лайк подписан канал нажимай на колокольчик оставлять свое мнение в комментариях под этим видео также забегать в телеграм-канал спасибо за то что посмотрели этот выпуск впереди будет еще несколько уровней от подписчиков до встречи в них и в плутоне 2 и вообще везде пока и и и и и и и